Исповедуются ли священники и кому? Исповедуются ли священники, апополиты, патриарх, монахи, все исповедуются. Каждый человек, который хочет по-настоящему жить церковной, благодатной и таинственной жизнью, он не может жить без исповеди. Есть традиция исповедоваться у духовника епархии, которая назначается из наиболее духовно опытных, уважаемых молитвенных священников несколько раз в течение года. Рождественским постом, Великим постом, может быть, в разных епархиях еще по каким-то другим датам. Этот человек должен, услышав какой-то тревожный звонок, какую-то пугающую вещь из-за исповеди священника, утешить его, поддержать, направить. Или, если совершен какой-то тяжкий грех, отправить его с этим грехом на суд епископа. Потому что некоторые вещи превышают полномочия просто священника. Но большинство священников, конечно, исповедуются многократно чаще. Практически у каждого священника есть духовник, который когда-то его готовил к священному служению, писал ему рекомендацию для поступления в семинарию, для принятия священного сана. Обычно он и остается духовником. Это более старший, более опытный священник. Не всегда до него можно добраться и доехать. Иногда это тоже бывает редко, раз в месяц, раз в полтора месяца. В основном священники, служащие в одном храме, исповедуются друг к другу. Есть распространенная, например, московская традиция, исповедуются друг к другу перед началом божественной литургии для того, чтобы очистить совесть. Любой священник знает, что приступать к божественной литургии лучше очистившей совесть покаянием. И любой человек грешен. Нет ни одного человека без греха. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, говорит Господь. И священник, который долго исповедуется, он постепенно становится значительно мягче на исповеди к мирянам, которые подходят к нему. Потому что точно так же, как и они, он знает свою немощь. Так часто бывает, что молодой священник исповедует очень строго, назначает суровые эпитемии, долго проповедует назидательно. Всегда можно услышать там какие-то очень такие резкие утвердительные фразы, типа надо так, а так не надо. С годами священник начинает быть значительно мягче на исповеди и значительно короче проповедовать. Потому что каждый кающийся человек знает слова Христа. От слов своих оправдишься, от слов своих осудишься. Поэтому священник, который выходит проповедовать или исповедовать, он боится сам быть отвергнутым Господом. И поэтому он и проповедует меньше, и исповедует мягче. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.